Поехали, завещание против хэнд бафа, хэнд баф не девоушен, но торпи нашел, у нас дагон раздает завещание, окей, по золотищу, выкрутить жабу и двум суккубихом, то есть получается, я думал банчу будет, но так как она немного в руке, то не будет ее. А что тут, красть помимо говенкара? Да ничего, наверное, и да, мазл сразу же вылетает. Поехали! Атак! Клеуница. Клеуница, прикол, уменьшайте, ну получается, вылетают две суккубихи, я не очень знаю, зачем они здесь нужны. Немного невезения, нету жабы, которую как бы хотелось бы уже иметь как кири овер. Ну, это не лучшая ситуация, но еще есть локация для суккубихи. Ротация потом. Мне кажется, что это могло быть лучше. Ну, что есть, то есть. Так, ну, темпы здесь, конечно, вывалено. Довольно-таки знатно. Как... Сейчас Трис на робит и отправит в колоду что-то, что не надо... Не, все правильно. Успевает адмирал. Шелдон в руке. Заряды лидеры имеются. Торф... Торф я тоже нашел. В принципе, талантливо довольно-таки. С учетом... А, подожди, он теперь работает без девушина. А что? А что я думал про девушин тогда? Понятно, что... Это теперь... Эта карта начинает в твоей руке. Без... Что-то еще было? Это девушин не было уже. Это Эльдейн. Окей. Неважно. А, этот. Эль... Эльфчелек. От количества ловушек. Ну да. Торф я теперь. Вот. Ну, тут 40 поинтов. Добирать как бы неприятно. Есть какая-то причина. Есть контроль, контроль, контроль на третий раунд. Так что, завещанием в принципе-то больно. Завещание, кстати, теряют до гончика. С 30 поинтов. Здесь 3. Нету как раз таки вот Геральта, например, здесь убить до гона на 17 поинтов. Раздается лидер, я так понимаю. Но даже какого-то Шелдона Скакса в легкую не хватит. Ну вот здесь, да. Виго мазал. Украсть бы жапку. Угу. Добирать дорого. Будет третий раунд с контролем. Хватит ли этого? Ну, теоретически, как бы две суккубки уже имеются в сбросе. Надо увести последнюю. Для этого есть мазал. Ай-яй! Сюда, как я закончил мою пить! Ну, пока... Так. Недешево. Да. И картищи надо найти. Есть, естественно, вторая анира. Это вот... А вот это вот все не очень. Но эпидемия, на самом деле... Как бы эти все жоры и 4 провидии, так что, видимо, остается в руке. Жабу по 5. Ну, вот, да. Намордник приходит. Есть еще лог. Здесь по очистке по нулям. Что-то еще прокинуть. Да, в принципе... Ну, ладно, здесь есть одна очистка, да? Такая себе очистка, с учетом того, что у оппонента есть жара и герль. Вчеру... Пока прохладно так смотрится. С... Бутылочкой с чару смотрится лучше. Ну, так, по нере здесь есть жара. По холму и указу здесь есть дедплав. Ну и гарпия. Есть чем есть. Все равно потенциально есть резон делать что-то с этим дедплавом. Это что-то. Это намордник. Но также имеется лока с суккубихой. Туфу. Тут по количеству юнитов в руке сейчас пять. Ширу немного не контролируем из-за торкви. Ну, да. Ширу все-все в момент. Это не горилла тактикс, после всего. Ну, видим, да. Валю эпидемии. Также видим, что дедклфа теперь нечем есть, но он бахнулся до восьми. И очищать его при наличии жары тоже такое себе. Но жар на стол не выставить никакой. Здесь есть еще одна жаба для суккубихи. Какая-то причина есть не давать жару? Наверное, нет. Да, идется. Сейчас будет жарко. Ну ах. Осталось четыре юнита в руке. Ширу бафать теперь тяжело. Ширу будет у нас на пять или на шесть. На пять. Окей. Подстраиваются под шестерки, но... На. До шести. До шести пока этот Ширу не до... Не дорос. Ну, делать нечего. Суккубиха. Дальний ряд с жабой и... И все. На сегодня наигралась. Музыка. Не. Да, я забыл про тортвер. Ну, мало на нём играют, получается. И не напомнили мне игроки. Давно не кастил хэнд баф. А, ну ок. Пятёрку, конечно, можно сжечь. Но в тот же момент, как бы, три ПТС и... Никому не мешают. Ну, вот здесь пятёрочка. На пятёрочку. Нужно сжигать, понятно, рано. Здесь, как бы, ничего, наверное, с циклопами произойдёт. Жора сильно не хватает. Такого, чтобы ещё успеть... И ходов, чтобы съесть яйца. С гарпиной. И гарпиа, по идее, должна... Наверное, отлетать геральту. Здесь на четыре поинта больше. Стоит ли это того? Видно, что у оппонента уже пожор заканчивается. Это бустит рандомный юнит в руке. Но семёрки здесь не помогают. Можно себе, конечно, три семёрки сжечь. При большом желании. Так, это шуб в лоб. Ну, делай ещё пятёрку. Тут стример не читает. Окей, у нас... Здесь есть реликты. Так что... Агроиды, реликты блокируются. Приходится убивать семёрку. Ширу удаляет три пятёрки. И победа, потому что... Суперка назад не улетает. Ну, всё посчитано, получается. Что там по гарпиям с яйцами? Или я просто не выспался сегодня и чё-то не понимаю. Ну, ладно. Заходим во вторую катку. Счёт надо обновить. Адмирал ведёт. 1-0. У нас вампиры. Вампиры с шубом тоже. Будем разыскивать синергии по ходу матча. Потому что... С Ренфри и Регисом всё более-менее понятно. У нас тут очень проактивный альт. Так, что здесь? Полумарта. Вампир на шесть. Передвигалка. Это... Потенциально играет с... Ну, потенциально она играет куда-то. Но здесь она явно с такой рукой не играет. Намного больше поинтов. В какую колоду вообще инкуб. Да. Запихнут. Окей. Ну и три тактики. Пас. Такие матчи всегда немного... Ложнее комментировать по стратегии. Что... Что представляет из себя шуба вампира. Ну, как бы я вам скажу, что Регис здесь уже на четыре поинта. Да. Насколько больше он планирует стать, мне сейчас не сообщали. Есть лидер, так что, видимо, растить надо. Есть королева. Так что, да, летит она вместо лидера. Регис продолжает выращивать. Самого себя. Ах, бафа надо. Набафали так... Эээ... Эээ... Надеюсь, вы свыклись. Так, тут на УЗК, на УЗК, еще на УЗК. Ну, идея совета баланса понятна. Мы... Кто мы? Мы совет баланса. И мы не хотим спама на УЗК, потому что скучновато. Но тягать ее туда-сюда тоже мовито. Так, ну, адмирал отдал один биг-контроллер. Все еще есть жара и тягун по контролю, есть лох. Угадай, теряет... Но... Сейчас его был хорош. При наличии... Нескольких... Большинство карт, играющих несколько карт, заход. В принципе, все еще неплохо. Ну, понятно, что он встретится с жарой, если вырастет слишком большим. Жара заходит. Это колода без морпехов. Здесь Арториус по осимке. Так что не очень уверен, насколько эта Дергерай здесь сыграет. Так, у нас... Тут же летит на УЗК, добираются карты, которые были видны там. В принципе, добираются больше карт с магны. Магна добирает карты магны. Все по лору. ШУП. На 22 в перемещение. В колоде две золотые карты. Так что... Перемещение имеется. А что по выпадающей бронзе, кстати? От двух до пяти. Разброс. Ничего супер вкусного не выпадает оттуда. Так, это одиннадцать. Так что Тюгун не добивает. Так что до локрица Симка. Парк. Пару раз триггерится еще. Так. О! Он знает в какой ряд играть. Угадай кто. Им будет. Сыграл пятерку. Ну, ее можно триггернуть пару раз. Тут был Феркард. Если бы он зашел в руку, было бы немного неприятно. Так как особых карт больше не было. У меня есть восьмерочка. Наверное, да. Ничего лучше нету. Кровотоки на столе есть. Три есть лидера. Есть... Некурат. Так что... Регис будет расти и дальше. Пиво уже на 15. Будет больше. Будет разменен в жару. Лидер на 6. Можно забирать пятерки и шестерки. Есть ли какой-нибудь интересный маневр? Наверное, не особо. С инкубом. С Тирановой. Ну, если ты ожидаешь лучшей руки. Кто-то знает, что там Мазл, Тигун, Жара и Регис. Какой-то. В последовательности. Но одну из них можно, да. Заменить на Родею. Пойди сюда. Так что да, если ничего другого не ожидается, под лидера забирать и играть Артода выглядело довольно-таки логично. Что и происходит. Посветовательность как-то. Насколько тут важно... Важно дать Региса. Последним. Но Региса... А, ну, да, у нас Магнана. Без последнего хода, так что ему придется отдавать. Или Вильдекорца пораньше, или Ива в жару не встретится. Он... С этим Регисом. Ну и выглядит как... Интересный выбор. Есть небольшой нюанс. Здесь, конечно, триггерится Крайф, но с Бридом адмирал оформляет 2-0. Очень близко для Магны, но... Не везение. Что там вывалилось? Вывалился движок. Если вываливается троечка, это ничья. Правильно? Если вываливается двоечка, то... Регистрики Рид тоже...